Отношения России и Турции восстановлены практически в полном объеме. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встречу со своим коллегой Раджепом Эрдоганом. На переговорах главы государства обсуждали самые острые международные темы, в том числе сирийский конфликт. Положение дел в этой стране президенту уделили большую часть встречи. На прямую связь из Сочи выходит наш корреспондент Наталья Юрьева. И она сообщит самую последнюю информацию. Наталья, мы ждем новостей. Российско-турецкие переговоры на высшем уровне до сих пор продолжаются. Владимир Путин и Раджеп Эрдоган общаются уже почти 4 часа здесь, в Сочи. Это в два раза дольше, чем планировалось. Буквально с минуты на минуту лидеры двух стран должны выйти к прессе и сделать совместное заявление об итогах этих переговоров. Надо отметить, что в зале для пресс-конференции буквально нет свободных мест. Ажиотаж невероятный со стороны турецких журналистов и, конечно же, со стороны российских. Ожидается, что будут сделаны важные заявления по вопросам урегулирования сирийского кризиса и двусторонних отношений. О том, как начинались эти переговоры, в нашем материале. Это уже шестая встреча Владимира Путина и Раджепа Эрдогана только за один и тот год. Телефонных разговоров и того было в два раза больше. Российский президент тепло поприветствовал турецкого коллегу на крыльце своей резиденции Бачаров-Ручей. В это время в такой же атмосфере в кулуарах резиденции встретились и члены делегаций. Было видно, министры и главы крупнейших энергетических компаний двух стран рады очередной встрече. Переговоры начались в узком составе. Вместе с министрами иностранных дел, обороны и, что примечательно, от турецкой стороны в зале был и руководитель разведки. Журналистов пустили лишь на несколько первых минут этой встречи. Далее общение продолжилось за закрытыми дверями. Благодаря за то, что вы приняли приглашение. Действительно, мы совсем рядом. Как вы сказали, сейчас небольшим светом полётом. Наши отношения можно ощущать восстановлены практически в полном объёме. Если за прошлый год у нас были потери в товарообороте на 34%, в этом году рост уже на 38%. Только за первые 8-9 месяцев. Мы работаем по всем практическим направлениям. Но и в области безопасности по сирийскому регулированию очень плотно работаем. После начала процесса нормализации отношений между Россией и Турцией наши встречи придают всё большее ускорение развития связей двух стран. Сотрудничество в плане решения региональных вопросов представляет нам возможность вместе смотреть в будущее. Урегулирование сирийского кризиса – основная тема переговоров. После успехов сирийской армии при поддержке российских ВКС в борьбе с терроризмом на первый план сейчас выходят вопросы политического решения конфликта. Лидеры России и Турции обсудили подготовку к Конгрессу национального диалога Сирии в Сочи. С инициативой его проведения Владимир Путин выступил в октябре на форуме «Валдай». Сирия – один из основных вопросов, которые мы обсуждали во время визита Владимира Путина в Анкару. Сейчас мы уделяем много внимания политическим решениям. Безусловно, русско-турецкое сотрудничество необходимо для стабильного и безопасного будущего в Сирии. Вот почему наши лидеры работают вместе, и наши делегации тоже. Еще одна тема для обсуждения – двусторонние отношения. И в первую очередь, конечно же, совместная работа в сфере энергетики. Здесь, на Черноморском побережье России, где встретились Путин и Эрдоган, берет свое начало один из самых амбициозных проектов двух стран. Газопровод «Турецкий поток». Официальная Анкара на втором месте после Германии по объемам закупок российского голубого топлива. По одной ветке газ пойдет для потребителей Турции, по второй – транзитом в Европу. Протяженность газопровода около тысячи километров. По морскому дну от Анапы до поселка Каикей на западе Турции. Далее по суше до города Люлибургас и еще дальше до границы с Грецией. Пропускная способность каждой нитки – 15 миллиардов 750 миллионов кубометров в год. Это альтернативный маршрут южному потоку, строительство которого пришлось прекратить в 2014-м, после того, как от проекта в результате давления европейских и американских чиновников отказалась Болгария, в которую и должна была приходить труба из России. Срок окончания строительства – декабрь 2019-го. Это не случайная дата. 1 января 2020 года истекает срок действия соглашения о транзите газа в Европу через Украину. Работы идут по графику. Менее чем за шесть месяцев построено уже почти 25% морского участка. В начале ноября на территории России завершилось строительство обеих ниток газопровода. Они достигли Турции. На стыке установили секцию с флагами двух стран. Сейчас трубы прокладывают уже в турецкой экономической зоне. Обеспечение своей страны электроэнергией Турция также доверяет России. Наша страна построит первую в истории Турцию атомную электростанцию АКУЮ. Это также первый в мире проект по схеме «Строй, владей, эксплуатируй». Россия после возведения будет оставаться владельцем станции. Заработать АЭС должна к 2023 году. Крайне абициозная, сравнимая с мировым рекордом по строительству сроков в цель. Будем ее достигать не в ущерб безопасности, не в ущерб технологическим нашим правилам и стандартам. В то же время видим большую отзывчивость со стороны турецких властей в продвижении по этому расписанию. По словам экспертов, одна из главных задач этих переговоров для турецкого лидера, как говорится, сверить часы с Владимиром Путиным по сирийскому кризису перед своей поездкой на Ближний Восток. 14 и 15 ноября Эрдоган проведет встречи с лидерами Кувейта и Катара. Мы следим за событиями в Сочи. С минуты на минуту начнется пресс-конференция лидеров государств. И мы вернемся к этой теме, как только поступит новая информация. Продолжение следует...